Включил. Включил. Привет, Роман. Роман, привет, Роман. Что тебе другая платина больше понравилась? Да, давайте. Вот. И последний событий его свидетель. Да, хорошо. Я хочу тебе сказать, что я тебе очень благодарен. Сейчас мы со мной сделаем запись. Наша школа все посмотрит и все посмотрят. Мы все давно тебя ждем. Наконец-то приехал из командировки своей. Я хочу еще раз сказать, что мы готовимся к мозговому шкурму, чтобы там решать такие важные вопросы. Как нам придумать, чтобы мы таким коллективным разумом, небольшим в данном случае, на котором мы придумаем, как этот коллективный разум увеличить до размера человечества, для того, чтобы мы там не помыли, чтобы мы там не помыли. В этом случае нам надо научиться тем, быть в таком синергетическом, не конкурентном, не альтернативном, а все вместе, чтобы мы там порыли вдохновением, а душа, чтобы мы этим делали. Для этого я, например, использую ключ, а время от времени обнуляюсь, я выхожу и выхожу, и мы с вами, с вами задумчивость, в состоянии задумчивости, там происходит обнуление. Душа, как говорится, как материал, селезь, как ситуация, и как мы ничего друг другу не должны, нулевой баланс. И там начинает выступать геномы, и там начинается генерация позитивных мыслей. Я хотел бы сделать твоей человеческой, чтобы все создали науку человечности, потому что в религии это все есть, в религии это все есть. Мне удалось собрать главные человеческие качества, чувство сопереживания, созидания, чувство сотрудничества, чувство чужой боли, чувство беседности живого. Это все собрать. И оказалось, что это признаки, а это нечто одно без другого не бывает. Это качество. Либо оно есть, либо его нет. Потому что я недавно исследовал вопрос, почему изобретатели могут быть бесчеловечными. Потому что изобретают иногда такие вещи, адские машины, там, вот я недавно там делал такого металлического делали, которые клали, пытали человека его там поджать, превращали в масло. не поменялся, там, царь, или какие-то там требующие. То есть, по сути, все изобретатели. Я расчислял, что изобретатели, они, обладающие творческим качеством, уже современные человеки. оказывается, чтобы быть человеком, мало быть изобретателем. Надо быть еще человеком. Это очень сложный вопрос такой вот. Далее, но все-таки лучше мы поговорим сейчас о том, что я там сделал такое объявление, что 10 дней, которые решают все и разослал всем письма. Фамилии я ничего не называю. И даже если кто не отзовется, но который знает об этом, которому я уже объяснял, но если он не отзовется кто-либо из них, я никогда не буду объявлять, кто это. Дабы потом не было потом, ну, каких-либо там всяких мало ли как история повернется. Потому что мы все-таки пионеры, потому что мы, несмотря ни на что, бросили дела и эти полтора-два часа мозгового штурма все-таки будем проводить, несмотря ни на что. Ну, давайте я тогда поделюсь своими мыслями. Мы с вами вступили в очень сложную эпоху, которую я бы назвал эпохой безобразия. То есть эпоха отсутствия образа. Отсутствия образа будущего. Ну, по-разному это называется конец времен, точка бифуркации, полифуркации, но мы к этому времени подошли. Безобразие. Что же такое образ? как он формируется в человеке, в мозгуле или еще где-то? Ну, для начала надо разобраться с психофизиологическим механизмом формирования образа, точнее, с психолингвистическим. угол нашего зрения это купол 180 градусов, в некоторых даже больше. Слышим мы тоже практически все, что у нас вокруг, это целая сфера, но видим и слышим мы только то, что в ответ в мозгу мы называем словом. Можно смотреть и не видеть. Сколько раз мы проходим мимо каких-то объектов, людей, в толпе, мы видим только лицо того, кого мы узнали и назвали. Вот так у нас формируется мыслеобраз. То есть все-таки в начале было слово. Образ как рефлекс отражения действительности это немножко не то, о чем мы говорим. Человеку дана фантастическая возможность уникальная возможность это дар которым он обладает при рождении. Это дар увидеть нечто что выходит за рамки осязаемого вокруг. Это дар совместить снег и лед на вершине горы облако и ручей который течет под ногами. это возможно только при условии включения абстрактного мышления. Абстрактное мышление это мышление которое позволяет отвлечься от сиюминутного от осязаемого подняться над этим воспарить если угодно. Так вот абстрактное мышление это то что и формирует образ будущего что такое образ будущего это намерение это цель к которой человек должен прийти это разница между А и Б я нахожусь в точке А мне надо в точку Б точка Б невидима она за гранью горизонта но это наш горизонт планирования мы можем спланировать нечто что находится за пределами видимой части для этого нам и дана так называемая вторая сигнальная система в отличие от животного который управляется лимбическим мозгом вот лимбический мозг у рыб он очень разный это от латинского limbus периферия это то чем внутри мозг выслан такая вот структура она сформировалась считают что около 500 миллионов лет тому назад она великолепно адаптировала организм к тогдашней среде рыба уникально приспособлена к той среде в которой она живет но когда среда меняется а мы продолжаем управляться лимбическим мозгом тогда лимбический мозг вот это древнее сознание не сознание даже это скорее сгусток рефлексов играет с нами злую шутку новые условия среды щука видит что-то блестящее виляющее хвостиком хватает и попадается на крючок и становится сама едой это не входит в зону ее изначального восприятия и если мы будем руководствоваться вот этими рефлексами отсюда до хочу отсюда до желаю то тогда мы уподобимся этой щуки тем более что внешняя среда меняется катастрофически она меняется не только каждый день она меняется каждую минуту человек из 60-х годов сошел бы здесь с ума он не может к этому приспособиться Александр Сергеевич Пушнин оказавшись в машине которая едет со скоростью 120-170 между Москвой и Санкт-Петербургом наверное бы просто потерял сознание тем не менее мы адаптируемся наш мозг привыкает к этому адаптироваться и что дальше происходит а дальше происходит то что между пунктом А и пунктом Б возникает желание что-то иметь я хочу новый телефон я хочу новую шмотку я хочу новую женщину я хочу новую машину я хочу в конце концов увеличить жизнь и вот это я хочу которое получает удовлетворение оно подменяет действительно образ будущего абстрактного будущего почему потому что то что я хочу нам предлагается в виде многочисленных картинок в виде примеров я как раз хочу в этот момент внимательно цитировать на то что это конфликт души и тела абсолютно верно то есть вот мы хотим потому что тело требует пищи тело требует постели кислорода тепла и так и так далее и вот этот вечный конфликт между душой и телом постоянно сопровождает нас и когда Наполеон собирался сделать по своему образу будущую великую империю для того чтобы все жили в справедливости и Ленин хотел и Маркс хотел и Сталин хотел но обламывается это все на то потому что человек не может без собственности жить вот если тело которое диктует ему необходимость собственности частной например я сейчас закончу буквально 10 секунд без собственности потом значит душа готова там любить всех а тело требует ну причем тут чувство ответственности если огород не мой а коллективный у меня нет мотивации за ним так ухаживать за этим огородом потому что он не мой то есть он я хочу в следующий раз чтобы мы поговорили об этом что такое ответственность связь между моим усилием и результатом люди вот ну в религии например это вот я помню бабушка одна говорила казак там голову рубит кому-то она ему говорит ну что ты делаешь Бог же все видит ну типа у него между усилием и последействием нет связи то есть нет ответственности то есть вот это чувство ответственности между усилием и результатом я сейчас запутаю немножко потому что это тема отдельного разговора извини мы потом об этом поговорим просто мы запомним об этом что ответственность это чувство ответной связи между усилием и результатом потому что если нет у человека ощущение целостности мира и ответственности себя в нем, то у него нет, как говорится, чувства Бога. Но это я не редвёрзный человек, но я в том смысле говорю, откуда там тоже появляется. И когда там ответственность, например, перекладывают на Бога, верующие люди, они перекладывают на Бога. Вот я читал оптинские старцы, они молитвы в этой, они всё время ответственность передают руководинами, слушающие все мои действия через тебя. То есть ответственность ему передали Богу. Через это они разгрузили напряжение у себя. А когда они сняли у себя вот это перенапряжение, мозг у них лучше работает. Я потом об этом, это очень много граней в этом явлении. И фаталисты были такие, которые чувства судьбы своей передали футболизму. Вот он там крутит барабан револьвера. В своё время он передал судьбу ответственность за свои действия. Потом об этом поговорим. То есть я просто хочу сейчас это отметить. Ответ за поступок, за деяние. Это же по существу обратная связь между человеком и... Я хотел продолжить. Здесь, в общем, наступает очень серьёзный момент. Телу нашему требуется энергия, тепло, пища и секс. Это всё, что нужно телу. А душе требуется то, что лежит за гранью видимого и осязаемого. Так вот, тушат всё равно требует каких-то целей. И тогда появляется удивительная вещь. Это удовлетворение потребностей под видом достижения идеальной цели. Обратите внимание, нам не нужна вторая шуба. Нам не нужно 250 лошадей под капотом. Нам не нужна пятая пара обуви. Телу не нужна. Почему же человек это приобретает? Более того, это доходит до абсурда. Когда, скажем, человек надевает майку с надписью известной фирмы, так, чтобы это всем было видно, он переплачивает за эту майку, ну, предположим, процентов на 500 против её изначальной стоимости. По сути, он платит безумные деньги, которые зарабатывает тратой своего времени и своей энергии на то, чтобы рекламировать чужой продукт. Ему должны платить за то, чтобы он согласился надеть майку и стать её рекламоносителем, а он платит эти деньги. Произошла чудовищная подмена. Нам стали давать сурраган симулятор идеального будущего, который вроде бы и трогать не надо, но отовсюду, со всех каналов приходит реклама того, что ты должен иметь. И душа за это хватается, как щука хватается за блесной. И вместо реализации себя, вместо достижения, творческого достижения, изменения мира, вместо того, чтобы взять свою судьбу в свои руки и что-то совершить, то есть отдать вселенную. Мы начинаем потреблять, мы начинаем брать от нее, но ничего не дается бесплатно. Мы платим за это самым главным ресурсом, нашим временем и самое главное нашей творческой энергии. И это превращается в манию. Это подобно наркомании, это подобно игромании, это подобно токсикамании. потреблять, 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 тратить свое время на достижение абсолютно фальшивых целей. Когда мы говорим образ, как я уже сказал, образ формируется на лингвистической основе. Так формируется образ воспринимаемого. А нам надо перейти от потребления, от идеального образа воспринимаемого, подсовываемого нам внешней рекламной среды, перейти к формированию образа, ну скажем так, нашего спланированного движения. Для этого, как и говорит дорогой Хасай, надо для начала успокоиться, надо прекратить движение маятника от эйфории к депрессии, то есть перестать маяться, привести этот маятник в вертикальное положение. тогда и дать себе задачу. А чего же я действительно хочу, но не получить, а сделать? Есть великая вселенская разница между у меня получается или у меня выходит. Это разные векторы движения. Получать или отдавать во вселенную? Так вот, когда мы говорим об образе, нужно сформировать именно этот образ, причем образ лингвистический. И всем, кто сейчас участвует в нашем мозговом штурме, я предлагаю сложить наши мозговые усилия, чтобы увидеть образ, который устраивает не только всех нас отдельное я, не только наше коллективное я, всех, кого сейчас дорогой, любимый, касаясь объединения, а образ, который будет воспринят и подан собственно всем остальным людям. Образ неэффективный, образ неопотребления, а образ, которого надо будет достичь совместными усилиями, усилиями, которые надо сложить. Знаете, как легко муравью? Пару миллиардов лет он образовался, строит себе идеальное общество, строит идеальное жилище, великолепно приспособлен, он не задумывается. Ему в данном случае легче. Нам разум или вот эта вторая сигнальная система дана сначала как испытание. Она противостоит этому олимпическому мозгу. И в этом испытании сейчас у человека очень мало помощников. Вся внешняя среда, вся информационная среда нацелена на то, чтобы наше сознание подавить, чтобы апеллировать к нашим реплексам глубинно. Коих всего два. Продолжение рода, сохранение жизни. Вот, все. И все, и все свелось к этим двум реплексам. Нам это все подсовывается. Для начала надо действительно прийти в нулевое состояние и перестать воспринимать этот поток, мутный поток, мозаичный поток в качестве сигналов достойных внимания. Тут уже не ко мне этот хазар. Как это сделать? Как от этого отвлечься? Теперь, если мы говорим об образе будущего, мы понимаем, что любая устойчивая система, она не висит как на крючке картина или пальто на воле элит или управляющего фонда. Она опирается на согласие, на согласие внизу, тогда она устойчива. Это согласие достигается немым принятием несправедливости, индивидуализации, потому что каждому дается по его запросу, по фальшивой цели. Захотел дешевую шмотку или много, вот тебе распродажи, черные пятницы, ура, ты выиграл, ты потратил деньги, ты превратился в животное, борясь за этот хлам. Захотел ты новую машину или квартиру, тебе это будущее моментально подгоняют. Происходит удивительный процесс. Тебе предлагается кредит, тебе предлагается взять взаимов будущего, чтобы получить это здесь и сейчас и попасть в абсолютно рабскую зависимость от будущего. Это удивительная вещь. На этом очень здорово играют. Эти рефлексы надо погасить. Конечно, будущее не за обществом потребления, а за обществом созидания. общество потребления обречено хотя бы потому, что ресурс, предоставляемый такой схеме, он ограничен. Кто-то должен созидать, кто-то должен создавать не новые потребности, кто-то должен создавать новые ценности. Не новые продукты, не новую грелку для пупка, не новый гаджет, из которого, как выяснится, просто невозможно жить. Не фальшивые статусы в виде маечки с надписью модной фирмы, не пакетик из продовольственного магазина с надписью этого магазина, который вам еще предлагается еще и купить как носителю рекламы. Нет. Кто-то должен создавать новые фундаменты, новые ценности. Как раз я думаю, изобретатель отличается от того, о чем ты говоришь, а именно что это качество человека. Вот эти ценности, они, в принципе, это вечные. Общий человек ценностей. Они раньше лежали в основах религии, но от родственников, от авторов религии. От кого-то школа, сама школа, она же массовая. Получается усреднение и все состояния в данный момент кто-то выспался, у него хорошее настроение. трансляция, когда вечных человеческих ценностей происходит, доходит и через самого последнего ученика, то до нас доходит уже не в виде смысла, а в виде ритуала. нас по существу это нейтролимбистикой касается суть смысла. Ты извлекаешь из формы смысла. Нам нужно энергетическое взаимодействие, чтобы мы создали такую модель, к которой подключались бы больше и больше и больше людей, потому что все человеками, потому что нас постоянно делают потребители. Мы все либо исполняли, либо потребители с закрытыми глазами. Мы чувствуем то, что нам дает, и мы перестали проявлять инициативу в созидании. То есть существо все люди, поскольку Бог человек это творчество, если бы мы создали такие законы, которые бы стимулировали человеке, творца, потому что у нас сейчас повышен бизнес, который идет от тела, от потребности тела, не от потребности тела. Без бизнеса он построен на эксплуатации слабых сторон, а не усиление сильных сторон. это бизнес идет на войне, это бизнес идет на сексе, это бизнес идет на предательстве, там на многом странах человека. А мы вот хотелось бы, чтобы у человека сильные стороны, человеческие. вот сейчас в школе создаем науку человечности, почему человеческие качества есть, как говорится, давно сформулированы, но науки нет. И если мы создадим науку именно по критериям науки, и даже я бы так помечтал, внесли бы это как банкету по приеме на работу, но есть же у нас там графа стресс-устойчивый, а так было человеческое. Но очень трудно будет создать систему, в которой человечность измеряется в каких-то единицах, в каких попугаях мерить будем. Я поэтому улыбаюсь и шучу, я это имею ввиду в том смысле, чтобы человечность была востребована. Так вот, да, смотри, тогда уже стыдно быть не таким. стыдно быть вываливаться из общества, которое основано на солидарном партнерстве, не на конкуренции, не на соревнованиях, кто больше получит, не на мерения лошадиными силами, квадратными метрами, нулями после цифр на банковском счету, а тем, что человек в эту жизнь привнес. Так вот, смотрите, понятный образ лингвистический это, скажем так, единство формы, в которой он выражается, слово, графическая картинка, звук, в котором мы это произносим, и содержание. Сейчас вы совершенно справедливо утверждаете о том, что содержание подменилось формой, то бишь ритуалом. Все подменилось ритуалом. Вера, любовь, благородство, все это ритуалы. Все это регулируется некими нормами, которые в общем извращены. И чем ниже градус этих норм, тем страшнее становится глядеть вокруг. Когда Мухат имени Горького в нем вручается премия Человеку Года, а лауреатами становятся два бесполых туловища, один из которых блогер, другой еще что-то, и это люди Года, общество подсовывается идеал человека. Это человек Года. Понимаете? Есть образ, которому, надо стремиться, а стремиться очень легко почему? Потому что легко деградировать. Идеальный образ человека не возносится над землей, как во времена Советского Союза рабочие колхозницы возносятся над землей и ты смотришь на них снизу вверх. Вот он идеальный образ человека созидателя. А можно просто деградировать до поющих трусов, до этих ребят, которые можно мы так сделаем роман. Пожалуйста, у меня есть, например, понимание, почему я развалился СССР. Несколько пунктов глобальных. Есть такое понимание. Давай я тебе их потом просто скажу в отдельном разговоре. ты просто думаешь. Я скажу, какие были плюсы и какие были минусы. Но идея была великолепная. Да, идея чуть-чуть раньше времени пришла. Идея пришла чуть раньше времени. Она очень сильно напитала окружающий мир. Но поскольку основной ресурс был направлен на поддержание обороноспособности этой крепости, ну соответственно это все и развалилось. Но это одна из причин это долгий разговор. Отдельная тема это как не повторить прежних ошибок идя к идеалу. Но для этого надо знать. У меня есть список из 5-6 пунктов. Я тебе расскажу отдельно потому что это никому не интересно. Я думаю что это очень интересно. Как не скажете вы тогда это озвучил. Плюсы и минусы. Потому что такой анализ очень важен. Потому что сейчас говорят надо вернуться к социализму. И не понимают какие были и минусы. А мне кажется что надо брать из социализма и из капитализма брать и синергировать их в новом совершенно качестве. Чтобы общество было не капиталистическое и не социалистическое а человеческое. Ну в общем сейчас общество тоже не социалистическое и не капиталистическое. Капитализм тоже приказал долго жить. Помним любим скорбим. Никакого капитализма сейчас уже нет. Мир катится к так называемому шестому экономическому укладу. В котором места думающим людям все меньше и меньше. Сейчас полномерно уничтожается средний класс. Реально креативный класс. Который создавал материальные блага своим трудом он становится не нужен. Он слишком дорог. Он слишком много потреблял. У него были слишком высокие стандарты и самоуважение. Сейчас это все заменяется роботами или дешевой рабочей силой. При этих роботах. Мы наблюдаем конечно тотальную деградацию всего. Если мы будем говорить о социализме то нужен обязательно вопрос о каком социализме мы говорим. О социализме до НЭПа, о социализме индустриальных пятилетов, о социализме до военного переворота 26-го и 53-го года Хрущевского, о социализме после реформы Косыгина-Либермана 61-го года, это разный социализм, это разные страны. Хотя государство одно. Это надо тоже понимать и очень серьезно анализировать. Но если возвращаться к образу будущего, нужен лингвистический образ, нужен собирательный образ, который будет понятен людям. Слово, которое описывает все, что мы в это вкладываем. Оно может быть очень простым, оно может быть комбинацией слов, солидарное партнерство, человечность, но оно должно быть очень понятно, должно не требовать большого количества толкований. Как с марксизмом произошло, хотя он ничего общего не имеет с практикой его воплощения после революции. Но марксизм это справедливость. Все. И люди за это шли. Нужно подобрать лингвистический образ, в котором форма сейчас я закончу, прошу прощения, форма бы соответствовала содержанию. А не так, как сейчас по уровню. У нас социальная дистанция это в общем расстояние асоциальная дистанция. Социальная дистанция это дистанция между человеком, который 6 миллионов в день зарабатывает рублей и человеком, который в этот же день зарабатывает всего 60 копеек. Вот это и есть социальная дистанция. Или самоизоляция. Да какая самоизоляция. Это как у Уруэлла, помните, министерство любви, в котором наказывали за мысли преступления. Или министерство правды. Или мир это война. Вот когда выхолостили лингвистический образ, лингвистический знак, с человеком можно делать все, что угодно. Почему? Потому что эти слова минуют фильтр сознания. Они не фильтруются. Они рождают совершенно они ни в село, ни в городе. Ваучер это что такое? Это сленг американских биржевиков. Сленг это почти мат. Его положили в основу государственной политики и пообещали за один ваучер две волги человеку. И все на это купились. Называть приватизационный этот талон ваучером это все равно, что на лекции в медицинском университете гениталии называть так, как они расписываются на заборе. Знаете, выхолощивается смысл, человек не реагирует на эти слова. У нас обычный убийца теперь называется киллер. Это что-то такое возвышенное. На самом деле сознание у большинства взломано или оно спит. Вот нравится это или нет. Надо четко представлять себе ситуацию, что 93% людей, речь идет не только о наших соотечественниках, действительно находятся в сомнобулическом состоянии. При этом оно им покоить не дает. Они при этом очень беспокойно спят. Ножками сучат, слюнки пускают, кошмарики им снятся, страшные сны, но спят. Извини, Рома, мне кажется, человек нас слушает и думает, что же такое имеется в виду, какой образ будущего имеется в виду. А мы как раз хотим ему сказать, что мы как раз таки хотим его создать. создать и сам процесс создавания уже и создает его. Давайте так, сразу ответим тем, кто будет от нас сейчас ждать таблетку мудрости. А вы нам назовите теперь образ будущего, и мы туда побежим. Сейчас призываем всех к сотворчеству. Вот это главные слова. Мы как раз таки. И главное еще. Что живет за образ будущего, мы его и создаем. Правильно. Так вот есть хорошее слово сотворение. Мы его понимаем однобокно. мы его понимаем как результат. Ну или как процесс достижения идеального образа будущего у создателя. Так вот сотворение. Вы вдумайтесь в этот префикс со. Это же совместное творение. Не делайте из нас творцов, которые сейчас создадут вам за шесть дней идеальный мир, в котором вы будете жить. остается в этих потребителях. Да. Мы вот возьмем. А как раз созидание образа будущего заключается в том, что мы созидаем его вместе, обсуждая его, как его создать, этим мы его и созидаем. А не так, что мы сейчас сядем с Романом или еще возьмем 500 человек, пригласим умеющих людей и создадим, а вы посмотрите, нравится вам или не нравится. Это не то качество отношения, не тот процесс. Как раз таки в этом случае разговор получился. Спасибо, Роман. Разговор получился именно соучастием в созидательном процессе, что же это за будущее, что нам надо, как раз таки мы это и созидаем, и открываем окно в это будущее. Спасибо тебе. Спасибо, дорогие, спасибо всем, кто нас видел сейчас, спасибо тем, кто, я надеюсь, нас услышал. Мы, Хасай и я, приглашаем вас к сотворению. Сотворению, да, спасибо, Роман. Я сейчас выставлю в ютубе, я тебя пришлю. Хорошо. Аврори на Сталинграде тоже там ссылку сделаю. Тогда ты там будешь еще выступать, нет, ты заранее скажи. Хорошо. Есть, спасибо. До звоночка, до звоночка. Есть. Спасибо.